Привет! Это Крым Реалий. Мы на юге Украины, на юге Херсонской области. Вот там, в нескольких километрах оккупированный Крым, его видно отсюда. Климатические условия здесь и на севере полуострова одинаковые. И это подтвердили все опрошенные нами эксперты. Мы здесь, чтобы выяснить, почему сельское хозяйство Крыма приходит в упадок, почему в Крыму уже не выращивают рискок раньше, а на материковой Украине эта культура растет до сих пор. Что ждет сельскохозяйственный Крым в будущем, и почему продукты из Краснодарского края России вытеснили фрукты и овощи, выращенные на полуострове. Правда ли, что до присоединения Крыма к Украине в 54-м полуостров был пустыней? Спойлер нет. Все о сельском хозяйстве Крыма и уникальные довоенные архивные кадры, как крымские татары выращивали фрукты и выпасали скот. Смотрите в спецвыпуске Крым Реалии. Уникальные кадры 30-е годы. Сбор яблок. Академик Ивашенко называет это крымским феноменом. В засушливых условиях крымские татары научились выращивать влаголюбивые фрукты и овощи. Во-первых, они сделали уникальную систему сбора воды. Это подземные галереи, это умение находить водоносные горизонты, умение их проводить. В Средней Азии эта система называется системой каризов, которая может собирать воду и рационально ее использовать. В предгорной местности крымские татары собирают туманы, говорит ученый. Для этого почву под деревом обкладывают камнями размером с голову. Эти камни за ночь охлаждаются. На них садится роса, но камень воду не впитывает. Вода стекает по камню и уходит в почву. Так немного проходит воды, 1-2 миллиметра, но каждую ночь. В результате эти плодовые деревья получают достаточно воды, чтобы нормально плодоносить даже в условиях сухого климата. До Второй мировой войны в Крыму успешно выращивали оливки, табак, виноград и урюк. В крымско-татарских садах, чаирах деревья вырастали более чем на 12 метров. Урожай собирали с помощью специальных лестниц, читал. Это хорошо видно на хронике 30-х годов. Туда можно было залезть с корзиной для сбора. Их потом спускали на веревках. Сбор начинался снизу, чтобы не сбивать фрукты, и постепенно двигались вверх. Специально надевали перчатки и в этих перчатках работали, чтобы не подавить плоды. До Второй мировой войны качественные крымские фрукты поставляли по железной дороге в Москву и Санкт-Петербург. Груши и яблоки крымского сорта «Кандиль-Синап» везли по 10-12 суток и продавали поштучно, рассказывает историк аграрной науки Петр Вольвач. Каждое яблоко запаковывалось в ящик. Во-первых, была стружка. Во-вторых, оно оборачивалось бумагой. Каждое яблоко и особенно груша, причем фасовали так, чтобы оставалась хвостовая часть, хвост, плодоножка. И не повреждался плод. Довоенное сельское хозяйство Крыма экс-директор Никитского ботсада Валерий Ежов делит на две зоны. Первую, степную, на севере полуострова крымские татары использовали как пастбище. Другую засевали зерновыми, выращивали фрукты и виноград. В предгорной части, там где была вода, это Бахчисарайский район, Белогорский, частично Старый Крым и, конечно, Южный берег, где морское, где тоже была вода. Там действительно было достаточно интенсивное хозяйство сельское. Они выращивали зерно и фрукты, и виноград у них был, и выпас молочный, и мясной. В этой водной зоне крымско-татарский совхоз Черкестаба под Феодосией. В 1930-й год сбор зерновых, обратите внимание, работают на комбайнах Холт. В начале 20-го века это американская компания из Калифорнии, лидер по производству зерноуборочных машин. Вот другие редкие кадры, подтверждающие развитие животноводства. Это 1925-й, птицефабрика совхоза под Сильферополем. Здесь разводят кур итальянской породы легорн, хорошо приспособленной к теплому крымскому климату. Колхозное христианство встречает большевистскую весну песней и пляской, славит землю свою счастливую, солнечную, советскую. После депортации крымских татар в 1944-м советская власть заселила Крым новыми людьми. В первой волне переселенцев – россияне, украинцы с Кубани, из Краснодарского края, регионов Украины. Не просто откуда-то из Западной Украины или из Карпат, где не было опыта такого садоводческого. Это случится позже. А переселяли из Винницкой области. Ну вот Куйбышевская, это сейчас Белогорская зона, она заселена украинцами из Винницкой области. Все-таки садоводческий опыт у украинцев был. Россиян первой волны селят на юге Крыма, второй – в 50-х годах в центральных и северных районах полуострова. Среди голой степи. В Крым начинают завозить лояльное население из центральных областей Российской Федерации. Они умеют выращивать картофель, капусту в зоне достаточного увлажнения, типа Смоленской области или Вологды. Но, простите, жить в условиях, где нет воды, они не умеют. Они не умеют выращивать виноград и нет традиции его выращивания. Крымско-татарские традиции ведения хозяйства в засушливых условиях, формировавшиеся веками, пришли в упадок. Крым критически нуждался в воде. В 50-х советская власть решает дать полуострову Днепровскую воду. Северо-Крымский канал действительно изменил облик Крыма. Засушливый север полуострова получил воду. Здесь стали выращивать рис, твердые сорта пшеницы, развивалось животноводство. Советские и украинские периоды до 2014 года стали самыми успешными в истории сельского хозяйства Крыма, говорят аграрии. Первый пробный пуск воды Северо-Крымского канала состоялся в 58-м. Через три года начались земляные работы. Тогда на полуострове ждали визита руководителя СССР Никиты Хрущева, рассказывает академик Петр Вольвач. В 61-м он студент в Крыму. Уже столы там поставили, коньяки должны были литься рекой. А он на открытие тогда не приехал. Тогда-то все это чиновничество набросилось на все эти коньяки и колбасы. Хрущев приехал на полуостров осенью 1963-го. Тогда же официально и открыли ирригационное сооружение. Днепровская вода пошла в Крым. Впервые в истории. Вот так и началась золотая эра сельского хозяйства Крыма, убежден академик Ивашенко. В Крыму массово развиваются. В Крыму с приходом воды было запущено кормовое производство. Выращивание люцерны, выращивание высокопротеиновых культур для откорма животных. В Крыму начали развивать животноводство, развивать молочное животноводство, развивать птицеводство, развивать рыбоводство. Ведь хорошо прогретая вода в ямкостях дает возможность получать больший прирост качественной рыбы. Благодаря воде из Днепра Крым приобретает статус аграрного региона. На полуострове появились свои сельскохозяйственные специализации. Крымские – лук, персики, роза и лаванда. Зерновые культуры – это твердая пшеница. Зерновые культуры – это твердая пшеница. Это была фишка. Крым был надежным поставщиком твердых сортов, где ежегодно собирали до двух миллионов тонн. Крым никогда не был житницей Украины, говорят эксперты. Но когда Днепровская вода пошла на полуостров, урожая зерновых выросли минимум в семь раз. По подсчетам Александра Ивашенко, в советскую эпоху в Крыму выращивали около тонны зерна на одного человека. После 1963-го в Крыму начали выращивать рис. Ранее этой культуры на полуострове не было никогда. До аннексии Крым обеспечивал половину потребностей Украины в рисе. Рис на Солончаковых землях специалисты рисковали, а рис прижился. Разбить рисовые чеки, там, где их никогда не было, вовсе не было прихотью советских чиновников, объясняет эксперт. Климат Крыма вполне пригоден для рисоводства. Рис у нас можно выращивать в городе Вознесенск включительно. В промышленных условиях можно выращивать рис, то есть достаточно тепла и продолжительности теплого периода года, чтобы там рис нормально рос и созревал. Это практически северная граница промышленного выращивания риса в мире. Искусственное орошение дало толчок развитию виноградарства в Крыму. Полуостров примерно на 25% обеспечивал Украину виноградом. 8 миллионов литров отличного вина в год дает колхозный завод. Так продолжалось до конца 80-х. Дальше антиалкогольная компания Горбачева уничтожила коллекционные сорта крымского винограда. Знаменитую массандру от ликвидации спас лично первый секретарь Компартии Украины Владимир Щербицкий. Крымские виноградники выжили и в кризисные 90-е, когда стране было совсем не до лозы и вина, рассказывает Валерий Ежов. В 90-е годы был экономический спад, когда отделилась Украина, и мы это знаем. Но все же и посадка садов, и посадка виноградников продолжились. И был введен так называемый однопроцентный сбор от продажи алкоголя, от продажи табака, который шел на закладку садов и виноградников. Благодаря воде из Днепра, сады Крыма, которые еще до Второй мировой войны поставляли свои фрукты в Москву и Санкт-Петербург, начали высаживать в степи под палящим крымским солнцем. На орошении, безусловно, на этих плодородных землях урожай значительно повышался. Таким образом выросла новая отрасль. Это степное, но орошаемое садоводство и виноградарство. Крымские розы. Это кадры британского видеоархива British Passet 1957 года. Сбор лепестков розы в Крыму. Интересно, что килограмм лепестков дает меньше грамма ароматического вещества. Ценитатор и анды, яку выращивают на срез. Это не та роза, которую выращивают на срез. Это роза техническая, так называемая роза дамасская. В ней много эфирных масел, и выращивалась она специально для технического сбора. Хозяйство «Крымский аромат» под Белогорском – одно из крупнейших на полуострове. До аннексии Крыма поставляла свое сырье в Германию. Там уже делали все необходимое. Вот все зубные пасты, скажем, мы там… Это и зубные пасты, духи, мыло и так далее, и так далее. Второе – это лечебные свойства. Эфирное масло широко используется в медицине. После аннексии сельскохозяйственный Крым вернулся к 50-м годам, говорят эксперты. Без Днепровской воды север полуострова начал засыхать. Исчезла кормовая база с ней и животноводство. Крымская сельхозпродукция начала проигрывать конкуренцию продукции из российских регионов. Это юг Херсонской области, Чаплинский район. Отсюда видно Крым и трубы химического гиганта «Крымский титан». Климатические и природные условия юга Херсонской области и севера Крыма одинаковые, говорят специалисты. Главное отличие – здесь есть вода. В Крыму после 2014-го нет. В нашем случае это жизнь или смерть. Дилемма такова – или жизнь, или смерть. Потому что без воды здесь на самом деле ничего не растет. У фермера Игоря Брагинца 1700 гектаров земли – это примерно как 2400 футбольных полей. Он выращивает овес, сою, рапс, кукурузу. 95% его угодий на орошение. Это позволяет собирать по два урожая в год. Как и другие фермеры, воду для полива Игорь покупает у Госводагентства Украины. В этом году себестоимость одного кубометра воды составила где-то примерно 1 гривна 45 копеек за кубометр воды. За год Игорь использует в хозяйстве 7 миллионов кубометров воды. Платит за это около 10 миллионов гривен. – Разумеется, когда у тебя вода стабильна, ты можешь работать, и я за нее много плачу. А задайте этот вопрос аграриям, которые потеряли урожай из-за засухи. Они скажут – ребята, пусть будет в 10 раз дороже, но дайте. Я сам подумаю, что поливать, я полью немного, но я полью и буду с урожаем. Я буду более экономным и буду больше использовать технологий, но я буду с урожаем. А сейчас я без ничего. Вода – вопрос жизни и смерти для Юга Украины убежден фермер, поэтому он категорически против приватизации каналов и других ирригационных сооружений. Фактически на нефтяной трубе сидит Медведчук, на металле и цветметаллах сидит Коломойский, на металле сидит Ахметов, на угле сидит Ахметов, на большей части электроэнергии сидит Ахметов. А вот только водная труба осталась не приватизированной. Но вода – это не уголь и не электроэнергия. Это основа всего живого. От полей Игоря Брагинца в Чаплинском районе Херсунской области до села Правда Первомайского района в Крыму меньше 70 километров. Но здесь ситуация совсем другая, рассказывает Павел Талалов, агроном сельхозкооператива Правда в Крыму. Поливаем только, будем говорить, кормовые культуры, овощи и кукурузу. Те культуры, которые без воды в Крыму как бы расти не могут. Конечно, говорить о зерновых, говорить о подсолнечнике, говорить о других культурах, которые раньше мы могли себе позволить плевать, сейчас этим не занимаемся, потому что это просто невыгодно, плюс воды не хватает. В 2020-м зерновых собрали на 50% меньше, чем годом ранее, рассказывает агроном. Часть полей агрокооператива пришлось списать. Сократили площади под овощными, потому что вода все-таки лимитирующий фактор. Раз. Второе. Качество воды, которую сегодня мы пользуемся, все-таки не то, не так. Химический состав, солевой состав, конечно, вода намного хуже. Плюс качество воды Днепровской, конечно, это, ну, будем говорить, она идеальна для растений. От отсутствия Днепровской воды страдает и другой аграрный комплекс в селе Земляничное Белогорского района на юго-востоке Крыма. Чтобы минимизировать расходы воды, здесь ввели систему ноутил. Это когда вспашку не проводят, а землю специально покрывают прослойкой измельченных растений. У нас единственный способ нулевая обработка земли, как бы, наутил, к сохранению, максимальное сохранение влаги. При этом то, что у нас остается стерневая почва, ну, стерня остается почва, она защищает, во-первых, от солнечного удара, испарение уменьшается. Новаторские подходы спасут сельское хозяйство Крыма, верят агрономы сельхозкооператива «Заря». Правда, признают, плодородной почвы на полуострове все меньше. Плодородие почвы в связи с обработкой падает, разрушается структура почвы. То есть и в конечном итоге это все приходит, ну, просто в никуда. Регионом повышенной экологической опасности называют современные Крым-эксперты. Засушливый полуостров теперь угрожает материковой Украине. Сегодня у ученых есть такое понятие, как эффект духовки. Потому что в Крыму формируются раскаленные воздушные массы. Затем они воздушными потоками перемещаются на территорию Украины и наносят нам ущерб и в экологической, и в экономической сферах. Это в связи с тем, что нет орошения. Экосистема деградирует. Изменения климата приводят к тому, что нагреваются воздушные массы. И никакого контроля или стабилизации процессов не происходит. Хотя после аннексии Путин обещал крымским аграриям совсем другую жизнь. А сельское хозяйство назвал перспективной отраслью на полуострове. Какие отрасли могли бы быть перспективными для Крыма? Разумеется, сельское хозяйство, кстати говоря, на поддержку сельского хозяйства в этом году направлено, по-моему, 3 миллиарда рублей. Это в 5 раз больше, чем в прошлом году. И в 10 раз больше, чем в 2014. Нужно только эти деньги осваивать эффективно. Но деньгами поля не польешь. Без воды отдельные отрасли сельского хозяйства Крыма просто исчезли. Практически полностью исчезло рисоводство, полный упадок. Упадок садов нечем поливать, упадок выращивания масляно-эфирных культур. Рис, горох, соя – эти влаголюбивые культуры выращивать в Крыму все сложнее. Воды не хватает, животноводство и рыбоводство тоже исчезают. Если нет воды, нет поливных территорий, то нет кормов практически. И поэтому будет и в животноводстве падение, не будет того же молока, мяса и так далее. Снизились и урожаи зерновых. Сейчас, по данным Александра Ищенко, в Крыму собирают по 3-4 тонны с гектара. До аннексии было втрое больше. Вот статистика, обнародованная подконтрольными Кремлю властями полуострова в январе. Подсолнечника собрали почти в три раза меньше, чем до аннексии. Овощей в пять раз, молока в 2,6 раза меньше. Крым теряет статус аграрного региона. А что ведь было в Крыму? Что произошло в Крыму? Он в заперти. С одной стороны Украина, с которой у него ничего нет. А с другой стороны у него есть Краснодарский край. Так вот, смотрите. Объем сельскохозяйственной продукции в Крыму в прошлом году составил 1% от общего в России. Но смотрите, Краснодарский край 7,2%. Далее зерновые. Крым почти полтора миллиона. А Краснодарский край 13,8 миллионов. Получается, что Крым не только не вышел на европейские стандарты, он не конкурирует даже с Краснодарским краем. И это знают все местные жители, так как краснодарская продукция заполонила все магазины. Мы прошлись по крымским продуктовым магазинам. И вот результат. Сладкая кукуруза, горошек, сахар, масло, консервированные огурцы и томаты и многие другие продукты – все из Краснодарского края. Украина же научилась жить без крымской сельхозпродукции. Площади под рисом в Одесской и Николаевской областях уже превысили те, что в свое время были на полуострове. Эти же регионы, а еще Запорожская область, закрыли потребность в винограде. После аннексии Украина на 50% увеличила экспорт зерновых. Аграрии научились выращивать персики и другие плодовые культуры на юге материка. Крымскую лаванду теперь высаживают в Киевской области. Специально для крымчан. Редакция открыла телефонную линию, ее номер 8 800 301 69 75. Звонки бесплатные. Вы также можете оставить руковое сообщение. Что вы думаете о развитии сельского хозяйства в Крыму? Покупаете ли вы крымские овощи и фрукты? Звоните, расскажите редакции Крымреалии. Также пишите нам на электронную почту, смотрите программы в Ютубе и в Фейсбуке. Это были Крымреалии. Мы показываем, как живет аннексированный Крым. До встречи через неделю. Продолжение следует...